Всем привет! Дятюр дает прогноз на матч 10 тура РПЛ Спартак-Зенит. Встречаются вторая и первая команды текущего сезона. В очном матче. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют, да, и 6 раз на тотал больше. Зенит выиграл 3 последние очные игры у Спартака. Зенит в последних 10 выездах со Спартаком неизменно забивал. 4 последние очные матча в РПЛ этих команд прошли на тотал меньше, и Спартак забил всего 1 мяч. Как видим в очных встречах, в последнее время перевес на стороне Зенита, а игры проходят большей частью результативно, но последние игры на открытии арене были сугубо низовыми. Статистика команд. Спартак в последних 10 своих матчах 6 раз играл на обе забьют, да, и поровну на тотал меньше больше. Спартак выиграл последние 3 своих матча, и в двух последних не пропускал. Зенит в последних 10 своих матчах поровну играл на обе забьют, да, нет, и на тотал меньше больше. «Зенит» не проигрывает в последних четырех своих матчах. Как видим, обе команды в последних матчах играют нейтрально и очень мало проигрывают. «Спартак» в предыдущем туре выиграл 2-0 в Тамбове. Хозяева имели все шансы как минимум не проиграть, но удача была на стороне гостей. Первый гол «Донтас» забил в результате удачного рикошета, а второй стал результатом крайне неудачных действий вратаря Тамбова. «Зенит» ожидаемо крупно обыграл «Уфу» домашним матчем, как бы реабилитировавшись за дичью в Екатеринбурге. Хозяева имели тотальное преимущество, которое реализовали в шесть забитых мячей. «Уфа» сопротивлялась как могла, но видно было, что гости смирились с поражением уже после первого тайма. Встречаются вторая и первая команды текущего сезона. «Спартак» выглядит очень прилично, играет агрессивно в атаке и достаточно надежно в защите. «Зенит» понятное дело с таким составом не может играть плохо в РПЛ. Однако в последнее время Питер нет-нет, да и выдаст слабый матч, теряя на ровном месте очки. Правда, на очередной такой подарок «Спартаку» рассчитывать не следует. Сам статус матча предполагает, что «Зенит» будет играть на полную катушку. Конечно, гости идут фаворитами. «Спартак» не пропускал в двух последних матчах и в играх с «Рубином» и «Тамбовом» красные не были обделены вниманием «Фортуны». Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на ее благосклонность в третьем матче к ряду. «Зенит» хорошо разогрелся в игре против «Уфы», вспомнил, как надо забивать мячи. Последние игры на открытии арене проходили очень скромно в голевом плане. Учитывая агрессивную игру в атаке «Спартака» и сильный атакующий потенциал «Зенита», на этот раз стоит ждать результативной игры, в которой, скорее всего, должны бы забивать обе команды. Что до победителя, то «Зенит» не должен бы проиграть как минимум, но и победа Питера под вопросом. Три последние очные матчи остались за «Зенитом». Никогда в новейшей истории, начиная с 2006 года, «Зенит» не выигрывал у «Спартака» более трех матчей подряд. Можно, в принципе, рискнуть заиграть ничью в таком матче, но это удел сильных духом. Из связки ставок «Тотал» больше «Обезобьютда» «Х» самый высокий коэффициент стоит на ничью 3.56, на «Тотал» больше 2.01, на «Обезобьютда» 1.75. Если выбирать один вариант из предложенных, то ставка на «Обезобьютда» смотрится достаточно надежной и имеет хороший коэффициент. «Тотал» больше тоже должен бы зайти, но уж больно в последнее время «Зенит» стал редко играть в серии результативных матчей. А игра будет очень упорной, поэтому вариант потенциальных 1-1 запросто может случиться. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все, дети, Юра Берик, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи, и будьте здоровы!